Сегодня мы будем молиться и благодарить Бога за то, что Он сделан нас новым творением. На самом деле, каждому из нас нужно об этом помнить и радоваться. Радоваться тому, что Господь сделал для нас. Во всем мире большое количество христиан. И знаете, когда вы путешествуете, в какой бы стране вы ни были, мы можете найти там церковь. Мы были в Израиле, и в Израиле спрашивают, вы кто? Вы христиане, католики, протестанты, православные? И в какое-то другое место ты придешь, тебе могут задавать этот вопрос. В последнее время очень часто христианство сравнивают с какой-то политической партией. И я понимаю, что целенаправленно новости СМИ, они говорят о том, что посмотрите, это делают христиане. Христиане такие нехорошие, христиане против свободы или какие-то другие заявления. Чаще-чаще они наслаждаются, потому что сравнивают республиканская партия, значит, партия христиан. Если вам что-то не нравится, значит, вам не должны нравиться христиане. Порой христиан называют высоконравственных людей, которые стараются жить очень хорошо, правильную, красивую, хорошую жизнь. И интересно сталкиваться с людьми, и вот разговариваю с моим соработником, говорю, слушай, вот такой человек хороший, вот такой христианин хороший. Он говорит, но он не христианин. И я ему спрашиваю, а кто он? Ну, говорит, он масон, получается. У него нет любви к христианству. Да, он живет хорошей жизнью, правильной жизнью. У него есть какие-то определенные свои цели, свои стремления. Но христианство, многих, несмотря на то, что христианство призывает праведной жизни, не это является сутью, целью или наименованием, как быть христианином. Христиане – это те люди, которые поклоняются и подражаются у Христа. Христиане – это те люди, которые приняли благодать Божью, и Бог произвел в них изменения. И христианам во второй главе мы можем читать о том, что мы – его творение, созданное во Христе Иисусе. Христиане – это те люди, которые ходят по миру, по жизни и показывают ту любовь Божию, которую они получили от Иисуса Христа. Христиане – это те люди, которые некогда были грешниками, но благодаря милости Божией стали новым творением и стали детьми Божьими. Я хотел бы с вами вместе посмотреть, немножко порассуждать и вспомнить, что сделал для нас Иисус Христос. Это как раз записано в Ефесянам 2 глава. Вспомнить и прославить Бога за то, что Он сделал для каждого из нас. Сегодня я разговаривал со своим сотрудником, и он как раз немножко сказал об этом. Говорит, к сожалению, получается, люди до конца не понимают, что Господь сделал для них. Те люди, которые пришли к Богу первого поколения, они видели, откуда их Господь привел. Они слышат, знают и благодарят Богу за то, что Он освободил их от этого влияния мира. Второе поколение слышит об этом, а третье поколение, если они не живут жизнью с Богом, они порой падают, теряют силы. Давайте вместе посмотрим о том, что здесь написано. Итак, 2 глава, 1, 2, 3 стих. Она говорит, эта глава говорит, эти стихи говорят о том, кем мы были и кем бы мы были бы в этом мире, если бы мы не были с Богом. Написано так. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в стенах противления, между которыми и вы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природам и чадами гнева, как и прочие». Первое идет описание, обращение к людям, которые находились и жили в состоянии греха. Жили в состоянии подчинения князю, господствующему в воздухе. Жили в подчинении плоти. Люди, которые не были просвещены Богом. Мы смотрим сейчас на мир, и нам порой кажется, ну как такие решения могут приниматься людьми? Как люди, которые были освобождены, имели свободу, как они опять соглашаются пойти добровольно в игру рабства? Как можно называть те пожары, которые мы видели и слышали, как их можно называть мирными протестами или другими словами? Как это возможно? Ты порой окружаешься, смотришь на то, что происходит в мире, и думаешь, ну как возможно нормальными мозгами или нормальными мыслями принять то, что происходит? Но на самом деле, люди, которые не были просвещены Богом, они находятся во власти дьявола. Их мозги, их мысли, их размышления, все находится под действием князя, господствующего в воздухе. Или князя, который пытается управлять ими. Духа, который хочет сделать так, чтобы люди находились в рабстве. И он действует на них, действует на них благодаря возбуждению собственных желаний, которые в той стихе мы читаем. Люди, которые живут по собственным похотям. Если вы сейчас посмотрите то, что происходит в мире, и особенно в Америке, то можно увидеть, что человека или его личную похоть, или его сексуальность подняли и возвысили, и сказали, что все вращается вокруг этого человека. Вы слышали и видели то, что люди начинают говорить о том, что существует множество полов, множество пониманий. Но это все происходит. И ты думаешь, а как же? Мы понимаем, есть мальчик, есть девочка. Но вот эти мысли, которые люди, опять же, возвышают свою собственную сексуальность, они поднимают ее наверх, и они исполняют и движутся похотью, желания своей похоти. И эта похоть может выражаться не только именно в какой-то сексуальной или интимной жизни. Эта похоть может выражаться в том, что человек попадает в рабство собственной гордости. Когда мы видим высокотеллектуальных людей, которые думают, что они все знают, и говорят о том, что да, мы все знаем, мы элита, а все окружающие люди, все люди являются своего рода обслуживающим персоналом. Я читал историю про одного человека. Это история Оскарда Вальда. Этот человек был знаменитым поэтом, написал ему также множество книг. Этот человек опустился. Пожалил своей плоти, он вступил в грех, его за это посадили в тюрьму. И, находясь в тюрьме, смотря на свою жизнь, он писал. «Бог дал мне почти все, но я позволил влечь себя ненадолго в неразумную свободу и плотские удовольствия. Устав в высшем обществе, я намеренно опустился на дно жизни в поисках новых ощущений. То, что мне казалось противоречивым в общественной сфере, стало противоестественным в сфере вожделений. Я становился безразличным в жизни других людей. Брал наслаждение везде, где мне не можно было. Я делал все, что мне заблагорассудилось, и шел все дальше. Я забыл о том, что каждое маленькое действие, оно или облагораживает, или разрушает характер. Что человек однажды будет вынужден во всеуслышание заявить о том, что он сделал когда-то скрытно. Я потерял контроль за собой, и больше уже не был короче своей души, и даже не сознавал это. Все закончилось ужасным бесчестьем для меня. Похоть плохой хозяин. И вот человек, попавший в эту похоть, попавший в эту власть греха, он жил по ней, и он перестал уже управлять своим телом. Перестал управлять своим местами. У меня работал один человек, американец, мы его взяли на работу, хороший рабочий, мы встречались с ним, такие довольные люди были. И потом смотрим, что человек полностью поменялся. Прошло несколько недель, я встречаюсь и спрашиваю у своих менеджеров, что же с ним произошло. Он говорит, знаешь, этот человек жил с женщиной, у них прозрались отношения, он начал пить, и он, к сожалению, не может с собой справляться. И мы, к сожалению, вынуждены не будем этого человека отпустить, потому что с ним невозможно стало работать. То есть человек, который попадает в власть греха, с этим человеком невозможно жить, потому что очень тяжело жить, тяжело общаться, потому что он является рабом греха, рабом князя, который господствует, рабом зла, рабом тьмы. И все мы, если бы Господь не спас нас, не освободил бы нас, мы бы находились в таком состоянии. Возможно, мы бы не делали те действия, что делают люди в этом мире, возможно, бы не было пребодеяния или воровства. Но в той или иной сфере люди бы подчинялись греху, люди бы подчинялись бы сатане. А желание сатаны погубить, желание сатаны сделать злое, желание сатаны принести тьму в этот мир. И желание дьявола, чтобы те люди, ради которых Господь пришел, они не увидели вечной жизни, прекрасной жизни с Богом. И вот это происходило с теми людьми, к которым обращается апостол Павел, это происходило бы с нами, если бы Господь бы нас не избавил. Поэтому, когда мы смотрим на окружающих людей, можно переживать чувство жалости, горечи и провести усилия для того, чтобы они вышли с этого рабства. Мы, христиане, которые получили освобождение от Бога, должны принести эту свободу от Бога, любовь к Богу окружающему миру. И вот эти первые стихи в этой главе, они говорят о том, что в каком состоянии находились мы, и можно посмотреть, в каком состоянии находятся люди, которые не признали Бога. Но что же произошло? Я знаю, что вы читаете эту главу, знаете. Это одна из моих любимых мест Писания. Написано, что Бог богат и милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых под преступлениях, ожитворил со Христом благодатью и спасены. Что Бог богат и милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. В этом мире очень мало любви. В этом мире порой любовь могут подарить только те, кто пережил любовь. Никакое там, может быть, влечение, привязанность, а вот именно настоящее чувство любви, настоящее понимание любви можно получить только в Боге. Любовь, которая прощает. Любовь, которая являет милость. Любовь, которая защищает. Любовь, которая готова пожертвовать своими собственными благами. Или, как у нас остался пример, любовь, которая пожертвовала своей жизнью ради нас. Это пример полноценной любви. Люди, которые переживают встречу с Богом, только они могут по-настоящему принять и передать эту любовь другим окружающим людям. Мы с вами счастливые люди. Мы с вами пережили эту любовь. Мы с вами пережили это понимание, что Господь является нашим Богом. И мы пережили радость спасения Божьего. Я помню, когда я был маленький, я ехал и всегда думал, хоть бы если я попаду в аварию, в последнюю минуту крикнуть, Господи, помоги, Господи, спасти. И тогда я попаду на небеса. Но когда он стал старше, я понял, что не мои речи или не мои слова, последние слова важны, а важен Господь, который пришел, возлюбил, спас меня. И спас меня не за то, что я такой хороший, не за то, что я такой правильный, не за то, что я веду нормальную, хорошую жизнь, нахожусь в правильной политической партии, не за то, что я делаю или не делаю вакцину, не за то, что я хожу или не хожу в какие-то демонстрации или посещаю какие-то места, где я могу помогать другим людям. А он полюбил меня просто потому, что он мой Бог. Он полюбил меня просто потому, что я ответил к нему, и он полюбил меня, потому что я являюсь его ребенком. Дальше мы читаем, что благодатью мы спасены. И мало того, что Господь воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы живем во времени, но каждый из нас может радоваться тому, что Господь уже приготовил на место на небесах. Недавно мы собирались с моими друзьями, разговаривали о том, что происходит с нами, когда мы встречаемся, когда мы встречаемся с Богом, или наши близкие переходят на небеса, как это будет встреча. Но, знаете, и мы живем во времени, мы не знаем, что будет сейчас, мы не знаем, что будет потом. Но мы знаем, что мы встретимся с Богом. Мы знаем, что Господь приготовил на прекрасное место на небесах. Мы знаем, что можем жить в надежде здесь, на земле, то, что будет с нами в будущем. И вот этот важный момент, что когда я прославляю, благодарю Бога за спасение, что Он мне дал, когда я прославляю Бога за Его благодать, когда я прославляю Бога за Его любовь, я могу Ему прославлять и говорить, Господь, спасибо за то, что у меня на небесах уже есть место. Спасибо за то, что Ты приготовил это место. Спасибо за то, что Ты приготовил нам прекрасную встречу с Тобой. И это место будет прекрасно. В седьмом стихе написано, для чего это сделал. «Дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, если не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И вот смотрите, мы смотрим на все эти места. Смотрим на это Священное Писание, и мы видим о том, что сделан нам Господь. Знаете, читая это место Писания, очень часто можно подумать, не читая до этого Священного Писания, можно подумать, я должен совершить множество дел, множество дел для того, чтобы заработать спасение. Я должен совершить множество дел для того, чтобы я мог сказать, вот я являюсь христианином. Но здесь я могу смотреть и говорить, да, Господь избрал меня, Господь искупил меня, Господь явил мне свою любовь, Господь меня сделал новым творением. И поэтому в своей жизни я буду жить так, чтобы имя Божия прославлялась. Я об этом постоянно говорю, я знаю то, что люди и постаря, другие проповедники и другие постаря проповедуют и говорят, «Пока мы находимся здесь на земле, для каждого из нас есть прекрасный план, и для каждого из нас является участником этого плана. Каждый из нас предназначен к особым делам, которые мы можем приносить на этой земле. Для каждого из нас предназначен особый дар духовный, который мы можем служить окружающим людям. И вот этот очень важный момент в нашей жизни, который мы должны помнить. Знаете, когда мы благодарим Бога за то, что Он сделал для нас, мы также должны благодарить Бога за то, что Он оставил нам цель здесь на земле. Вот опять же расскажу одну из историй. У меня в компании, у меня работа, один из постарей, и он рассказывает. Ты знаешь, вот я встречаюсь с человеком, я пытаюсь этого человека понять, что я могу сделать к нему как христианин. Да, я могу послужить ему как менеджер, да, я могу послужить как работодатель, да, я могу послужить как человек-специалист, но я хочу послужить ему как христианин. Я хочу любая моя встреча, она влияла на него, и она произвела изменения в его жизни. Опять же, потому что очень мало, очень мало возможностей для людей, которые не знают Бога, сделать настоящей любовью. И вот я хотел бы сейчас молиться, я хотел бы, чтобы мы молились и благодарили Бога за то, что он сделал для нас в жизни, за то, что он искупил нас, за то, что он освободил нас, за то, что он объявил нас в свою любовь, за то, что мы, наше сознание, оно просвещено Богом, за то, что он благословил нас и сделал нам нас новым творением, за то, что он нам дал духовный дар. Вот смотрите и прославляйте Бога за то, что он сделал для вас. Потому что на самом деле это осознание того, что мы, кем мы стали, кем мы были и кем мы могли бы быть, если бы не знали Бога, это страшно. Но понимание того, что мы являемся Его новым творением, которого Он любит, которым заботится, это дает нам силы для жизни. Аминь. Помолимся. Господь, слава Тебе, что Ты освободил нас от власти к грехам. Слава Тебе, что мы можем приходить к Тебе, Господь, и находить Тебе эту свободу, эту радость, эту любовь, которую только Ты можешь подарить. Слава Тебе, что Ты сделал нас новым творением, и Ты предназначил нам смысл, даешь нам смысл в этой жизни. Слава Тебе, что Господь, Ты наш Бог, который приготовлен на прекрасном месте на небесах. Слава Тебе, что наш Бог, который ждет встречи с нами, и слава Тебе, что наш Бог, который всегда с нами, здесь, на земле, Господь. Слава Тебе, что Бог, который меняет нас, меняет наши мысли, меняет наше, Господи, сознание, и слава Тебе, что Бог, который дарует нам любовь. Слава Тебе, что, Господь, мы можем находить Тебе радость. Слава Тебе, что мы можем находить мир. Слава Тебе, что в Тебе нет страха. Господь, тот страх, который мир пытается навеять, Господь, он уходит в нас благодаря тому, что мы в Тебе, Господь. Слава Твоему, что Ты наш великий Творец, наш любящий Отец. И я прошу Тебя, прославляйся в нашей жизни, прославляйся в нашей Церкви. Пусть имя Твое возвеличится в наших устах, словах, действиях. Аллилуйя, Святое наш Господь. Аминь. Аллилуйя, Святое наш Господь.